Царь Небесный 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 Евангелие от Луки, 12 глава, начало, с 1 стиха, с 1 по 10. Потом Иисус вошел в Иереховье и проходил через него. И вот некто именем Захей, мы это читали, да? Да. Мы это уже читали. Значит, с 11 по 14 стих. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказали. Некоторые человека высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство и возвратиться, призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказали, не хотим, чтобы Он Царствовал над нами. Толкование. Мне кажется, что люди сии, слыша о Царстве Божьем, понимали иконное чувство о благоволении, будто бы Божием на освобождение народа еврейского. Поэтому и предполагали, что Иисус, восходя в Иерусалим, примет это Царство. Ибо как Бог, Он всегда восседал с Отцом, а как человек, Он тогда сел, когда вознесся, ожидая, доколе враги положены будут под ноги Его. Евреям 10, 12, 13. А это будет в конце мира, когда все и нежелающие покорятся Ему, уверовав, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, это Филиппийцам 2, 11. Граждане, Его суть иудеи, ненавидящие Его, и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Евангелие Теана, 15, 24. Они не хотели, чтобы Он Царствовал над ними. Поэтому, отрекаясь от Его Царства, и говорили Пилату, нет у нас Царя. И опять, не пиши Царь Иудейский. Иоанна, 19, 15, 21. Однако же Захария взывает, «Любуй от радости честь Сиона, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий». Захария, 9, 9. И Исаия, «Вот царь будет царствовать по правде». 32, 1. И царь Давид, «Я помазал царя моего над Сионом». Псалом, 2, 6. Иудеи возненавидели Господа, а Он рабам своим дал десять мин. Рабы Его сутки, коим вверены служения в Церкви. Господь раздает десять мин, то есть дарования, которые каждому даются на пользу. 1 Коринфянам, 12, 7. «Ибо всякий, кому вверено предстоятельство, хотя бы недостоин был, имеет дарование от самого помазания. И это и есть поистине великое таинство человеколюбие и домостроительство Божие». Вот просто поднимайте руку и скажите, «Я хочу сказать, Вадим, проковолитель вам даст слово служительной церкви, то есть это пастырем получается, ну да, Господь, именно». Вы не будьте сторонними. Просто я прослушал, ушел. Если попутно вопросы сейчас буду задавать, не ответите. Почему? Неясно. И эту неясность надо понять, что тебе неясно. В самом разговоре. Вот человек идет в незнакомой стороне, ну кому-то приходилось бы это. А ты знаешь, что это сказали здесь. Здесь это ничего не тащит еще. Это может быть тот же штат, где ты живешь, но там столько отростков в дороге, и ты идешь под махающим ночью, мне пришлось так ехать, и должен кто-то показать. Зарвем специалист, дальнобойщик, в Америке были. Уже интересно. У нас на каждом шеруте его лучше шерфовать, там этого нет. Ты не нарушил ничего. И он каждого положил вот так на рулю, и смотрит. Никита Преоктистович. А вот теперь митрополитом. Только дорога тут перерехла, где-то сплошная эта линия-то. Сигнал остановись. А мы едем ночью, ну на, он везет одну человеку, пенсионеру, у нас след. Лекарство ему дали, а потом другие говорят, нет, это плохое, ты вот это давай, глаза закапывай. У него была такая реакция, оба глаза отказали, полностью, на 100%. Никогда не увлекайтесь лекарствами. Так, почему вы переехали эту линию? Откуда они взялись? Как с потолка. Ночь. Он говорит, я вот так положил, а мне сказал, сейчас мы выйдем, из машины нас вытряхну. Не вздумай, в карманы уйдут. Он спрашивает документы. Документы, он на тебя смотрит. Один стоит, а выводишься за пистолет. А другой человек, она начала ворочаться, его прямо на гости на бензоколонке пристрелили. Это очень серьезно. Никуда, выйти с вложения, вот так стою рядом. И он ему говорит, по-английски. Вот здесь где-то дед живет, он такой мастеровой, мы везем ему мед. Так, знаю, за мной. Машина сопроводительная пошла впереди полицейская за ней. Так, духовно, мы все время где-то можем сомневаться. Сказать, а мои родители так. Вот мы едем на благовестие. Впереди женщина. Я говорю, остановись. Озовем брат Игорь урывка. Я говорю, мы к вам приехали на урывку, евангелие будем давать. Я кержачка. И шагает дальше. Я опять вперед ее заехал. Мы евангелие будем давать, новый завет. О Христе, говорит, она остановилась уже более серьезно. Я сказал, я кержачка, никаких евангелий мне не надо. Отстаньте. Почему? Ей мать наказала, наша мать тоже знала это. В мире 77 вер, а их не 77, а 21 тысячи теперь. А Бог один. Я не знаю, кто здесь. Андрей или Давид, говорили, там, где он жил, в Бороданке, как называется. Ему там наказали, мать наказала, иконы ставить только на подоконник. Он в дом строит, первым делом подоконник поставил. Я говорю, откуда это известно? Мама сказала, здоровый мужик. Ничего не надо. Ни евангелие, ни черная икона, чтобы стоял на подоконнике. Все. Идолберг установлен, поклонники найдутся. Но это все надо разъяснять. И вот об этом как раз в притче и говорится. Что означает, придет скоро? Где этот господин? Примет царство. Какое царство? Здесь вопрос за вопросом. Евреи это тоже знают. Это евреи перед ним были. Ученики ходили за Христом, хлеб преломлял еле до сельта, рыбу давал до сельта, а ничего не понимали. Не все евреи не устанавливают царство. Они думали, сейчас римлян поголовно вырежут. Там свои были сикарии, киржачики, зелоты назывались. А науангелие тут, полево, поправо, можно сесть. Это Христос, а он слева справа, Иоанн с Яковом. Вы не понимаете, чего вы просите. Крещение моё. Можете это? Можете. Можете. Еще нет, уже отречешься. Это все непросто. В каждом слове сокрыта тайна. Какие эти мины? А что она означала? И почему они возденавидели-то его? Еще ничего не делали? Ненависти тебя. Понимаете? Здесь такая глубина заложена. Сидите спокойно. Разбудите душу. И скажи, я хочу знать. Я не знаю, объяснить не могу, но я, может, тут же закрыто что-то. А для этого даже на пепелах толковал, а мы разворачиваем картину по политическим событиям сегодняшним. Ну, вот представьте, кто-то из нас сильный вышел. Вызывают на бой. Но на бой-то вызываешь, ты не знаешь, кто с той стороны. Челубей. Тут выйдет пересвет свой. Но если против одного Челубей вышло, пятьсот. А в Израиле так. Там полоска земли все в маленьком Израиле. А арабы, которые там в Сермании рядом, в пятьсот раз больше земли у них и населения. Пятьсот раз. И ничего не будут сделать. Ничего. Самая лучшая в мире контрразведка. В мире. Не советская. У нас захватили заложников. Там что? Ну, потралили их там в этом дурдосе-то. Газ запустили. А это где-то перегнали самолет со своими там в африканскую страну. Они узнали. Как провести самолеты, чтобы никто не знал. Где-то заправить. В какое время сесть. Перестреляли всю охрану. Всех до одного вырвали и увезли. Этого никогда в мире не было. Ты помни одну. У Бога расстановка. Бог так сделал. Мужчина глава. Женщина помощница. Но не больше. Не думай руководить. Феминистки сегодня с ума сошли. Отче наш переделывает. Отче наш. Они начинают, чтобы женского рода было. Отец небесный, чтобы женского рода было. Генерные Библии издает для садомитов. Настоящую Библию от моря до моря нельзя будет найти. Оцени, что ты имеешь сегодня. Синодатный перевод. И вот когда мы понимаем, Бог избрал одного человека. Раньше считали в 1896 нации. Сегодня говорят нации около 7000. Сколько? Ну, хоть 300 человек это живут там в Тайге. Нашли они другой нации, другой язык. И этим людям нужно дать понять. А как? А так, как ты знаешь, не пойдет. А как для никого живет? К ней послали кого? Она никого не принимает. К ней послали в белоконистской иерархии где-то. Ну, старобрядцы. Такие же книги. Но без священства нельзя. И она и тут против находит все сказать. К ней подселяют еще одну старобрядку. Она намерно отвергает ее. Мое Я. Это самый страшный зверь. И в семье сатаны действует. Вот мы сейчас просчитали и скажем, а где я нахожусь? Мина мне дана 10 талантов. А какие? Не свечки зажигать только. Что-то большее. А какой талант? Ко мне подходит просто, что я еще умею делать. А я ничего не умею делать. Вот это неправда. Когда раздавал таланты, там 10, 5,2. Но что совсем без талантов? Нет такого? Нет. Это обман. Ты его замуровал, таланты не знаешь. Не знаешь? Ты можешь быть признан плакать только об этом мире. Молиться за правителя, за священца, за патриарха, за метрополита. Определи себя. А как? Я не знаю как. Я знаю только одно, это молитву надо открыть душу и сказать, Господи, раскрои мою мудренность для меня, чтобы я увидел, а кто я такой? Зачем я вообще родился? Зачем мне живот и смерть коптить? Это таланты. Если ты не раздавал, значит поле должно быть, где ты посеешь, чтобы урожай у тебя был? И Бог избрал один народ, один еврейский. А евреи сейчас обобрали все, и они муж-женок показывают сегодня прям в интернете. Получают они 56 миллионов. Понимаете, зарплата, которого учитель, Виктор Николаевич был, она меньше бомжовская-то. А на диме, который главный, 3 миллиона каждый месяц. Это сослуги народа. Но мы должны, согласитесь, ничего не сделать. Так как нет? Мы привезли там книги, а что привезли? Книги. Мужик, подошел муж библиотекарша, мужик, ты автоматы вези нам, эту власть свергать надо. Вот к этому я призывать не могу. Не автоматы привозить надо, а смирение. И дальше мы, а как будет? Не знаю, я знаю только как. Божий путь. Это смирение, пост, молитва и самоотдача. Почему она нашла или так нападает? Стереть, чтобы не было. Никому не мешает. Ни навозной кучи. Потому что мы как мозоль, как бельмоем на глазу. Что без помощи государства 45 лет. Тысячи детей родителей перебывали. Они ничего за них сделают. Воруют и воруют. Дети гибнут. 80% больных детей сегодня показывают. Сердечные женщины, сердечные сын, 30% призывают к армии 400 человек, из них, говорит, январь 50 набрали. Некому служить. Поэтому нанимают других, а другие они в любой момент поверут оружие. Мы должны это согласиться, что мы это заслужили. Понимаешь, сколько здесь открывается, какой талант увидеть, как происходит история. у меня друг был, Александр Иванович Рустинов, и он говорил, надо разбираться, на какой версте стоит мировая история. Вымеренный путь, верстай. Я много выдаст слышал отца. На какой версте? Мы говорим, на самом-самом последнем. Дальше идти уже некуда. Друг друга пожирают буквально. Дети не послушаются родителям, писание не знают. Служба в скачке идет. Сэр, это что делается? И вот теперь мы увидели мины. А может быть, моя мина как раз и зазрытая. И благодаря ей бы пожара не было. Благодаря ей эти люди бы друзьями были. Ну, и талант. Вот домашние здесь эти. Потеряюсь. И как-то съехались тут вместе с моим братом, который живет там. Он выпивает, другие и сидят, и судят меня. Ну, это не так. Это не так. Один говорит, а общину создать? Все давно сказали, это никогда нам не сделать. Чуждые люди друг к другу жили как одна семья. Нет. Иначе бы на каждом шагу создавалось. А вы совершенно другие. Сколько перебывало таких? Откуда? И вот мы должны сказать, он пошел получить другое царство, а мы должны быть достойны. И сказать, я ждал тебя. Не пил, не гулял. Не скоро приедет господин, стал пить, если бить к кому. Вот это все надо увидеть здесь. Вперед. То, что граждане ненавидели, это евреи, получается. Конечно. Это ненависть свою. Конечно. А другие, зачем они лучше, это евреи? К евреям сказано, а ты скажи, и ко мне. К русскому, и ко мне. Не та же. А евреям сказано, блаженный ищет другу. А я зачем лучше-то? Я буду тут гордым бащиком. Воскрышись на каждое слово. Все в священном писании, а зла того, он говорит, присвой к себе. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, мира, а ты поставь туда грех Марии, грех Игнатия, грех Алексея. Мой грех, его распяли не евреи, мои грехи его распяли. Я настолько решительно понимать, должен понимать, как будто провариваюсь под лед, как святые говорят, и рыдать. Я распял тебя, Господи. Сколько же лет в моей жизни было? До 23-х лет я Евангелия не знал, а мог знать. Заходила она в храм. Я никогда себе этого не то что простить, а вместить не могу. 23 года. Я знал Бог, я сперил. Почему мне Бог не достучался? Вот здесь жила немка на углу. Сейчас я ищу, она угорала. Библию я помог достать на немецком языке немка. По воскресеньям мы пели на немецком языке песня, приходила Гизангл. И больше не с кем потерять. Не с кем было без на пение одно спеть. А берущих было много. Гуляли все вместе, вместе. Пьют, гуляют и всякие грехи. Как только умерли, поврось кладбище там мирское, а это наше старообряческое. На одном грех хоронить. Отпределяю, все тут описано. Там какое мирское кладбище. Грешить можно, пить можно вместе. Молиться нельзя и хоронить нельзя вместе. Ты все это когда прикинешь и скажешь, а какая моя вина? Главное, сегодня раскается. За гробом нет покаяния. Нет. Бог судит не за то, что убийца в Гудии был, а за то, что не осознал, не примирился, не преобразился в образ Божий. Правильно, но нет ни одного. Все согрешили. Все решили славу Божию. Но как к этому относиться? Я видел на пасхальный день, как женщина одна плакала. Не у нас, она у баптистов была. Она сидела, заглядала. Ну, у них, называется, присидит. По нашему, про них он подошел и говорит, Мария, сегодня Христос воскрес, успокойся. Я не могу простить тебя. Я была кассой преступной организации. И когда между ними разборки были, я на кладбище прятался, начались с этими деньгами. В ней касса вся была. Из-за меня Христос умер. Я не могу этого вместить. Ну, вместись, сестра, успокойся, порадуйся. Были святые, которые даже на пасхальный день не разрешали себе растительное масло. Они не могли выйти из состояния этого. Это неправильно. Но, однако, как глубоко проникло в них осознание недостоинства и милища Божьего благотерпения. 15-28 стихи. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел, пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. И сказал, сказал и этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в плоток, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. ты знал, ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал ему, господин, у него есть 10, а, и сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Враг же моих тех, врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Толкование. Когда возвратится Христос, благодарный и по человечеству, ибо Господь происходил из царского рода, ибо божеству во второе свое пришествие, когда он явится с апостолами царем, грядущим во славе Отца, и когда поклонится пред ним всякое колено, тогда точно потребует отчета и от рабов, которые получили дарование. Не желая быть кому-нибудь полезными, они говорят, где Бог не посеял даровитости и способности, там не ищи жатвы. Такого-то Он не создал даровитым и способным к научению. Что же от меня требовать пользы ему? Поэтому Господь говорит, ты учи и отдай серебро моё друженикам, то есть всем людям, назначенным для получения пользы. Ибо каждый человек поставлен от Бога торжняком, чтобы великой рабочей мира сего дать обороты. Делать обороты. Делать, да. Чтобы великой рабочей мира сего делать обороты. И чтобы я, придя, получил его с прибыли. То есть вытребовал бы обратно с прибыли. Нам должно делать своё дело, а о последующем Бог будет судить тех, которые не пожелают воспользоваться. Дарование отнимается и даётся доброму делателю. Хотя он и имеет, но поэтому то самому ему полезно получить больше. Мы понимаем это не о слове только и учении, но и о гражданных добродетелях. Ибо и в них Бог дал нам дарование одному поста, другому милостыни, иному кротости, иному смирения. Если мы будем бодрствовать, то умножим все дарования. Если же будем небрежны и добровольно умрём, то впоследствии будем слагать вину на Бога. Как обыкновенно мы говорим, что же мне делать? Если такой-то будет свят, то потому, что Бог благоволит ему, и он свят, а мне не благоволит, и я не свят. И тот был Пётр, иной Павел. Безумный человек, самая мина, данная тебе, делает тебя Петром и Павлом. Делай посильный и принеси что-нибудь давшему с большой губой, если не столько, сколько Пётр и Павел, ибо они получили помине и ты минул. Так, ты надо назад упасть, большое поближе я положить. Как-то его поддерживать тупое огнеть надо. Шею скучно любослович уплоснение. Вот вопросы. Если вы не понимаете, вы просто прошли мимо проспали. Тут еще угрожание должно быть. Господи, а виновен самое главное. Где приобретение? Сколько лет тебе учить? Где кто кого приобрел? И гадучей других. Сети доброй семьи всегда. Пожнешь, что посеял тогда. Дель жатый придет неумедлит. Пожнешь, что посеял тогда. А рядом страшное поле. Не враг посеял там зло. Колючей опасной травой как густо оно заросло. Это поется. И вот об этом сейчас мы говорим. Священник исповедует. У меня мама приезжает, она у отца Николы сорократовского тут исповедовалась. Я говорю, а что тебе батюшка спрашивал? Ну батюшка спросил меня, говорит, не ела жеравля. Ну ты поймай сначала его. Жеравля не ела. А он тебя не спрашивал, что рукой спутники не сбивало, шпалы не грызгут. Ну то есть надо же знать, главное, я не спросил, благовествуешь ты или нет? Нет. Да как это главное? Ну скажи, таланты разные, а дышать это талант? Если не дышит, он мертвый, а дышит он живой. На дыхании не надо никакого таланта, сам организм требует, чтобы сердце стучало, не надо говорить, сердце стучи, оно стучит. Так и благовестие. Верующий во Христа он не может быть другим. Откладывает куда-то завтра, послезавтра. Понимаете, сегодня последний день, 29 год смештаем и говорит, что если мы этого не знаем, хвалимся завтрашним днем, а не знать, что народить этот день. Я сколько об этом говорил и писал, православное, новое, старое, обряд, все одинаково, это вообще не знают. Пришел, отстоял, встал Богу, пошел обратно. А где приобретение, а где умножение таланта? Вот они сеяли, будешь Петрову Павлом, они сеяли, три тысячи покаялась. Тысячи? Не, не единица, тут ни одного. Это талант. Мне священник к батюшке приехал, ну у меня нет таланта, а сам кутеререя. Я говорю, а как ты узнал? Как, расскажи, как ты в воскресенье день проводишь? Ну как? Службы и другие. Ну это я знаю. Ну а дальше что? Ну, домой. А почему домой или куда-то? Апостолы пешком шли не на машине, всю вселенную проехали. Какие плоды будут расти? Это мина, определенный талант. Я знал, ты злой, жестокий, веру я сохранил, платок завернул, зарыл, принес. Твоими устами тебя судить буду, Господь говорит. Эту притчу досчитать без слез нельзя. Я сколько говорил, священники сидят и говорят, вы ему напишите, как нам исповедовать людей. Сейчас такие книжки издают, и там помирает грехов, там тысячи семнадцать, наверное. это обучение всяким грехам. Оно же одно только. Первое заповедь рождения свыше. Первое. Родился сейчас свыше или нет? А как узнать? По дыханию, по еде, по требованию того, что есть. Душа твоя будет говорить. Давно я не ходил апостол, пойдем по правильным братьям. И опять в новое путешествие Павел. Ты делай, ты будешь Петром и Павлом. Это прямо нам говорится. Любой из нас может Петром и Павлом быть. Да. Ну, а я не знаю. А как не знаешь? Ты знаешь, что Христос служит за грехи людей? Вот это и говори. Это стихотворение написало, там у Веры Кушнир кажется написано. Они как-то собрались книги рассылать. Ну, между собой книги запечатают в коробке и говорят, а ты как обратился в город? У меня интересно было. Я в Бельбурге был, это столица в Астралии. И в это время кто-то я шел по улице, но я в это время жил там в Париже, в гости приезжал свой. Мне кто-то запрещал вот так вот тронул и показывает мне любящий Христа готов ли пристать на Суть Божий. Он глухонемой. И дал мне Евангелие я так испугалась. Она такая же есть в этой Евдокии. Она развратится была. А за стенкой тонкая стетка там ночевал Герман монах. Он всему считал Евангелие говорил. Она самарянка была. И она послала служенку и говорит узнаю кто там был ночью. Как он страшно считал что все воскреснут. Она пришла и говорит а ты кто такая и ты не веришь что воскресенье будет. Она говорит я вообще ничего не знаю. Она самая богатая женщина была. За то что она какого-то мужчину примет по нашему сказанию он килограмм золота должен был отдавать. У нее очередь стояла. Она с царями могла соперничать. Разрушенный город восстановить. А Зусть поняла все разрушено. И у ей перечисляется сколько было богатства это редко в житях святых у тебя все блудом заработанное. Церковь нельзя. Бедным помочь можешь этими деньгами. И она начала царить налево и направо. Ей Господь открылся. Евдокия святая 14 марта по-новому. Будет ему меня и какая там как сатана будет искушать бывшего любовника он подкрадется под имидом чтобы ее как-то вызвали. Как сатана тут явится. Богатая биография. Почему? А она всем сердцем приняла. Мы сколько раз это слушали? Ну ты понимаешь как это все возгорается. Ну прекрати залей. Воды то хватает. То есть слез. Он начал считать сейчас у него нет таланта. Я говорю батюшка вот проповедуй другим-то. Ты же можешь только говорить то что есть как этот человек. Другая ты как я тоже была в Мельбурге 5-5 назад иду на базаре кто-то меня попрещил вот так вот я обернулась он показал я глухонемой а Христос умер за нас вот Евангелие и оказалось они запечатают и все пришли через этого глухонемого глухонемой и люди которые здесь запечатывали они с разных стран приезжали в Австралию вот как неужели такое было да было я встречался с этими людьми только в Швеции было корабль российский остановился от моряки пошли нас останавливает один показывает Библия на русском написано Библия он говорит крест показал умрем мы мы поняли он мне Библию подарил нягот вернул если мы сеем то есть надежда есть надежда а если не сеем надеяться не на что когда ты последний раз был на благовестии когда тебя именно Бог побудил а спать не могу все оставлю но день выбил и все равно суббота и воскресенье вы понимаете в окрестностях потеряйки мы посетили с благовестием 30 тысяч домов каждый район в Алтайском крае сколько там 46 имеет полный комплект наших книг евангелия раздали 30 тысяч так это здесь не считаю что мы прошли до Дальнего Востока порт находка и прошли всю Европу и Турцию Скандинавию и Прибалтику а что нас гнало туда любовь люди ждали Сергей там сидит позвонит приезжаем а там уже полная библиотека людей заранее это это надо испытать это это нельзя я договорил никогда не знаю что тут скажешь как рассказ рассказывают все молодые в вагон муж женой и видят напротив человек сидит пожилой уже и другой и кричит папа здание все поплыли в другую сторону они думают это поезд сынок тронулся а он видит маленько погодел он опять говорит и деревья они тоже пошеплели назад это говорит поезд идет а они спрашивают а давно у него он говорит первый день он увидит зрение он никогда его не видел я еду из больницы человеку глаза надо открыть и он увидел он понял что не перрон перрон остался на месте а вагончик тронулся так и здесь я буду ставить конкретные абсолютные вопросы на которые никто не ответит старой прящести самой знаменитой фигурой за 300 лет был Семенов вы знаете кто как его это звать епископ Михаил Канадский экстрадионарный профессор Санкт-Петербургской Академии Духовной пришел к старым пряцам перешел как они его глобили как давили 49 лет закончил где-то там в дурдоме и шиплене весь он говорит я причаститься не могу я исповедуюсь говорю мне не верят то есть они над ним издевались и гнули Дурацова Симеона я знаю некоторые даже из сидящих здесь знают что с ним сделали какого он послания своему там освященному собору дал что с ним сделали я говорю не для упреха для того что не мой ли голос там был а этих люди они в сто лет один раз нуждаются их никто не заставлял они выдвинулись ревностью своей что так жить нельзя как мы живем почему не заботимся о умирающих рядом ну вот мы идем и на дороге даже коршуненок там с голову умирает его поймали ко мне привезли коршуненок хищник а это люди и не по одному гибнут а гибнут масса а то он говорит если одна душа погибнет по твоей небрежности что ты мне сказал о священник тебе всей жизни не хватит рассчитаться за одну душу а их миллионы гибнет миллионы и не потому что люди не хотят а они не знают куда куда-то всех ты в разное тянутся сейчас я стою мы здесь и батюшка звонит у них там в Барнауле занятия он говорит ну тут сейчас спор возник что такое догматы и заповеди что важнее и как я говорю о догматах ни одного слова в Библии нет но они очень важны догмат определяет мое отношение к церкви к Богу слово Троица вообще не встречается в Библии его нет я читал как Али доказывал что Троицы нет у него более резкие доказательства моя православная вопросы сняты я в православной поэтому посты все мне надо соблюдать среда пятницы как называют кровавые сегодня кто-то себе позволяет что-то каждую пятницу среду масло растительное и рыбу это по канонам не положено не положено есть календарь и там написано где в нашем материале это простое я говорю рыбой и маской мы не спасаемся но однако уже не послушание понятно о чем я говорю это необходимо нам я говорю а заповеди Бог на суде вложен спросит о заповедях о догматах не будет вопросов я православный я вошел в церковь догматы определили мое отношение где мне молиться кто за меня будет молиться когда умру догматы Бог равен Отцу Бог Сыну Дух Святого заповеди блаженны нищие Духов любите Бога больше всего на свете всем умом всем сердцем ближним как самого себя вот это заповеди и про них Бог спросит кого навестил у тебя через край льется а почему ты не умил что умирающий лежит у дороги почему мимо прошел его не посадил на ослане привез гостиницу вот где вопрос стоит сегодня заповеди это то что Бог что на суде спросят а догматы вырабатывала церковь чтобы определить ереси чтобы нам не быть еретиками а обряд обряд вообще ничего не значит но он показывает что я признаю двои перстя трои перстя троицы первые христиане как пишет Мельника Федор Акимович молились не он пишет а Златоус я вам повторяю один персток ну скажи сейчас вот кто-то придет и один персток устаравляться будет может это же сделать замечательно скажи ты че у нас сделают а это разобрали Златоус все так молились в его время молились одним перстом но не написано каким ну так считается что указательно в правой руке потому что никто-то это историк считается он старавляться Федор Акимович Мельник и Голубостерин вы должны быть очень внимательны к слышим мы православные но нас накладывает такая ответственность всеми еретикам известить что они не церковь что у них нет причастия настоящего нет настоящих таинств мы это можем дать ну можем а почему нет как а свидетельство и здесь об этом говорится а когда был на свидетельстве я да у меня таланта я уже знаю это неправда писание нигде не говорит что ускороз был из того кому не дам ничего везде один но дам а тут дам по одному 10 она больше не способен никакие города Бог не даст это притча говорится а будет что-то особое чего нас глаз не видел и ухо не слышал и мы должны согласиться с этим мне часто спрашивают облина него занятия университета а как вы считаете вот это там спасется я не знаю я знаю только не по Евангелию не пройдет это на суде Божьего и спрошено что именно я знаю а спасется или нет чем-то подвести откуда же я знаю никак мы спасены в надежде в надежде и даже если вы вплотную подошли вот смотрит Антоний пампа стоят умер еще один слава Богу в рай вошел нет подожди проходит первое метабство двадцатое ну слава Богу нет подожди наконец израильская обитель здесь появляется душу берет и двери закрылись Антоний говорит слава тебе Господи вот теперь да вот когда а мы-то ничего не видим уже торопимся о этот святой а этот проклятый а все может быть наоборот ну Виталия знаете где я его он придумал спасать блудист идет в публичные дома и свидетельствует а сколько стоит но она говорит за прием я беру там 15 тысяч он в 3 смены работает 15 тысяч заработал ей на стол ты моя и теперь начинаете Евангелие она никуда там не спит я тебя выкупил а там с одной как бы познакомился который княжеский сын к ней ходил и он его увидел да ты к ней ходил ты на наш брат как ударила по шлихе он вытянут и говорит а вот когда тебя ударит Ангел вопль будет на весь Константинополь и когда он умер а его вызвал когда патриарх и начал допрашивать правды нет говорят что ты там с буденцами да терзанки его начали бить по указанию а почему ты раньше не сказал когда открылось что через него пришли сотни падших женщин встали на истинный путь и когда он за гробом по одни плодницы спасенные шли никто этого не знал а в это время явился Ангел и тому принцу до которого его ударил по щите смотри и у него такой вопль стоял содрогнулся город без нечеловеческий голос это шитья это шитья и поэтому виталия судить было очень легко каждую ночь ходит кружится но ты дальше еще не видишь не знаешь как надо быть осторожным вот это я знаю а как дальше пока не знаю талант не судить талант свидетельствовать о Христе талант не успокаиваться на достигнутом нам нужны эти таланты это не только внешне если люди считают что Ломоноса другие они не успокаиваются на достигнутом новое новое изобретение вот ты слышал читали протез как его из корня из атмосферы электричества вперед его задушили буквально иначе все нефтеперемонные заводы не нужны я сравниваю себя наш мы здесь сейчас открыты именно так пока мы здесь всем показано без еды и копейки 45 лет тысячи людей поэтому смести ну ладно смешать с грязью будут торчать балки из земли притом хулиганство мне до нас земля была по документу я документ представил и на этой неделе может суть я нас прокурора подал на клевету его дальше будет видно повторяю звать его Максим помогите тут не просто так нам дан талант а какой талант обречать а где это известно из Игиле 3.18 если ты видишься грешающего и не обречил его он погибнет но его кровь я с тебя обзыщу но если ты говорил а он не принял он погибнет а кровь его на голове его а ты спас твою душу поэтому сказать что а мне это не дано как не дано да кто его знает дано или не дано не знаю я разговаривал я разговаривал с одним танкистом мы где-то попали как на наши самонцы а что там он на брюхе сел гусеницы ничего не достает бревна подсоем он их мнет под себя и они сели что делать-то вытаскивать другой танк подошел вытаскивать тоже сел смотрим небольшой был пошли туда посмотрели там что-то взять а ничего там нету бабка манитка пойдет бабушка это идет что сынки застряли застряли она какой-то камушек поднесла и под бусиницы бросила а ну-ка давайте смолить бабка ничего смеяться тут бревна там затонула ну давай помоленьку помоленьку вы не ругайтесь я помолилась и пришла к вам они потихоньку тронули вылезли бабкин камушек на весь мир стал известен как с Богом я говорю а ты откуда знаешь так и я там ругал я когда станкист читаю 29-40 и когда приблизился к Вифании и Вифании горе называемой Леонскую послал двух учеников своих сказал пойдите в противолежащее селение пойдя в него найдете молодого осла привязанного на которого никто из людей никогда не садился отвязав его приведите и если кто спросит вас зачем отвязываете скажите ему так он надобен Господу посланные пошли и нашли как он сказал им и когда же они отвязывали молодого осла хозяева его сказали зачем отвязываете осленка они отвечали он надобен Господу и привели его к Иисусу и накинув одежды свои на осленка посадили на него Иисуса и когда он ехал постелали одежды свои по дороге а когда он приблизился к спуску с горы Леонской все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса какие видели они говоря благословен царь грядущий во имя Господне мир на небесах и слава вышли и некоторые фарисеи из среды народа сказали им учитель запрети ученикам твоим но он сказал им в ответ сказывал вам что если они умолкнут то камни возобьют толкование Господь садится на осленка для двух целей в одно и то же время во первых чтобы исполнить пророчество Захария 9.9 а во вторых чтобы образно дать нам знать что он покорит себе новый неочищенный и неопузданный народ язычников судя по расстоянию пути Господь без сомнения не нуждался в подъереннике ибо обойдя пешком всю Галилею и Иудею как он возымел нужду в осленке при переходе из Вифании в Иерусалим где расстояние как всем известно незначительное и так он делает это с таинственным смыслом постелание одежд кажется то означает что достойный воспевать Иисуса совлекая святого человека подстилают и подчиняют его Иисусу чтобы наступив на него осветил его и чтобы плоть не восставала против духа так чтобы и сами они могли сказать покорись Господу и надейся на него Псалом 36 7 все это слышали считали теперь войди в это вратовод присвой к себе я среди тех людей где я буду он обошел всю людей а тут рядом спустится осла надо машину заказывать по-силовищному зачем она ему не нужна была это транспортное средство зачем зачем ему надо было это он говорит это не надо было он ходил пешком и тут дошел тут рядом совсем было а смысл заложен то на ослах никогда не воевали осел и деток на конях кони боевые кони собуденного и все на этом Александра Македонского без лошади которая была приручена мировая история была бы другая совершенно в Чингисхан не пришло в Валеже потерять моголы на лошадях тучей нападали не было бы там орлана а осел означал мирное животное мирное все царь погребет мирное они ждали переворота военного мятежа уничтожен гарнизон Рима теперь они будут главные и Рим с ними не сразиться это все по-человечески чтобы доказать представьте город такие огромные стены возбили иногда даже не верится что были стены высотой до 100 метров что-то не может быть это невероятно Вавилон когда говорится о нем историки раскапывают здесь и здесь конкретно 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 прям ко мне как это относится что он сделал послал а как да чужого отвязывает в чужую машину кто-то залазит а он надбит Господу как заклинание Господу сразу назад я не против он надбит Господу вот представь себе подобное когда написал собор Семен Горасов и кто-то пришел бы тоже такой сказал они его не кидалов не трожь что он надбит Господу они его лишились лишились навсегда а он не смотрел ни на что он как пророческий глаз и что интересно попутно скажу епископа Михаил у него очень сводная приходили которые приходили он ни одного не требовал чтобы троеперсты приходили ни епископ Михаил ни он это никакого значения не имеет вы не они друг у друга могли учиться только Семен у Михаила а его задавили этот сказал вы думаете они вы спасете что а с чего решили то почитай письмо у меня в доме кажется открытым окном он надбит Господу он на нем въезжает и он пришел не воевать а примирять и вот когда все это возьмешь очевидно что учили что мы воюем все время вы не хотите защищать государство от ананаса его не защитить государство которое пренебрегает своими гражданами вы слышали пенсионный возраст повысили 63 миллиарда а почему дело не в этом не в возрасте а в деньги чтобы не отдавать еще 3 года это миллиарды это попутно сказать поэтому не проклянайтесь его господи к концу все идет это невиданное не было даже коммунисты не делали что сегодня делается все деньги 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 начали когда позапрошлым году добить лагеря меньше полутора 1 миллион полтора миллиона штраф это меня грозило но меня в суд они подали а они и суд не вырешил ни копейки все молились потому что ни копейки им нету вот они простить не могут никак теперь вот мы просчитали здесь а я понял или нет не понял я говорю вот у нас была еврейка она я напоминаю не один раз уже спаида соломона и она бога истина от бога истины не пела в эти слова пропускала то есть они евреи уберывали во Христа как мессию но не как в Бога я говорю а почему же вы уберывали а вот Христос пришел в Захею вы его приняли я говорю принял приняли вы как ну как странника как учителя как пророка вот я так и принимаю а что Бог сидит за столом Бог сотворивший вселенной миллиарды световых лет назад в этом поверил нет конечно а что с меня спрашиваешь я бы как бы раздал она права сегодня-то я имею догмат я имею церковное ущелье вселенское собор тогда ничего не имели но сегодня вы это имеете вы должны покориться церковь дала нам четкий ясный путь направления которым они шли эти люди это благовестники не хотели благовестства в Средней Азии потеряна туркмены узбеки а христианство возникло на 650 лет раньше 6,5 столетий и ни одного Кирилла в Японии не нашлось послать к этим людям а Мухаммад пришел туда Магомед а они теперь мусульмане и мусульман на земле больше 2 миллиардов это все православные могли быть досиделись какое приобретение интересно они ставят медовед видят какой это такой высокий стоит и там круг такой ну как балкончик и он выходит и кричит это заменяет наш колокол наш колокол ничего не значит патриарх Кирилл говорит раньше колокол ударили люди потянулись а сейчас хоть из пушки бег никто не идет а у них не так когда они захватили где христиане запретили колокол деревянные доски глухие чтобы так и найдут собрать они это понимают и он залазит на высоту и оттуда кричит и кричит слова из Корана о правоверное насколько лучше говорить Аллаха чем спать вставайте а то поздно будет он слова он проповедует а у нас бум-бум-бум-бум колоколок навешивается там к ноге трещери колокол так берет ногой руками мы что ничего не научаемся ну посмотри как у них одеваются как у них женщин не ведут это даже высказать нельзя сто процентов сохранной девственности у нас в стену красиво трудно найти нам даже сравниться нечем а раз она такая она ничего не принимает она уже определилась на том ее букву алфавитра мы должны быть очень внимательны к слышенному Господь предупреждал об этом он вводит и он солей а может быть это относится к моей душе он входит ко мне в гости а как его примут с чем как этот дом украсть должна сколько мыслей рождается и вот и дети дорогой где-то здесь в деревне где-то рассуждайте о божественном к нам приезжали дети когда мы идем идем дорогой несут то что может мы начинаем говорить где дети мы идем по дороге что об дороге сказано сейчас написание другой говорит а тот не может а господь сказал я и субь истинной жизни евангелия театра 14.6 каким он путем является дальше идет рассуждение мы видим стеколки гвоздь попался теперь юни-юни которые на машине на мотоцикле не будут подбирать да нет он поле проколол а мы идем давайте все собирать мы целую кучу набрали где подошли закопали а почему написано расчищайте дорогу убирайте камни приготовьте путь господу наша жизнь ты живая пробка если мы нормально живем не просто дать да не будет рука твоя распростертая принять и сжатой приотдача а что я тебе дам а другой который да не отцоркнет рука берущая раз он принимает совета да сияет рука берущая вот это все мы узнаем и Слово Божие да какая же здесь глубина я занимаюсь Слово Божие пятьдесят шесть лет так сказать даже больше и прерывно каждый день и другой раз кажется первый раз открыл столько вдруг так я считал толкование святых отцов конспектировал насчитывал злота вуза добротолюбие и все время осознание того что крохотулька безерная да все еще забывается а вот как нужда такая вот сейчас большая нужда чтобы молились чтобы Господь прокурора обратил чтобы повернул его сердце сюда максима и проснул ночью молитву перед дорогой молюсь он и знать не знает я бы сказал вам не устоять тот кто с нами больше того кто с вами мы вас просто удушим любовью молитвами а Господь ваши грязи всех прах и пекел превратит на этой неделе могут какие-то быть оттуда звуки приглашать все сейчас пошел вот брат Алексей хотел что-то сказать вы знаете мы много времени 3 года тратим на пруды и на дорогу и вот кто хочет это знать подайте наше деревянское Лужков выгидайте ему вчера мы ездор в Сашель замерили все так Владимир Александрович передайте ну а остальное тут когда надо будет как бы мы дали вот я дал вот получилось что у меня все пруды мы замерили ну сказать на 100% уже так квадраты мы не могли загогули ну в общем так всего у нас воды поверхность воды называется зеркало воды в 7 прудах в 15,18 гектара батюшка вся рада заинтересовался оттуда а как вы глубину узнали я говорю батюшка в одном месте 4 метра намерили а в другом полметра мы взяли полтора где не по ней вот так вот так правильно так если по полтора метра то у нас воды 227 тысяч 100 кубометров я Володе скажу смотри это примерно 70 составов по 3000 тон каждый пойдет с 70 составом это не игрушка мне в Канаде когда писал поделяют они говорят а вода есть есть а хорошая глубокая нет все вопросы остальные решаются проще главное это вода и вот тут интересно посмотрите я попросил Елену Натальевну отпечатать а она вышла с этими все пруды из космоса сфотографированные подниже и вот на что они похожи второй мостик тут не сходится у вас 6 а тут 2,6 не сходится я говорю не забывайте на 23 июня 18 года мы подняли уровень и увеличилась почти в 3 раза площадь и вот смотри вот это второй мостик вот это плотина вот она идет а вот сюда вот 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 видно это лок это сухой 280 метров заполнило лок который идет на уровень 280 метров мы все это мерили дальше вот она заканчивается а сегодня туда залитый лок 400 метров 400 метров там столько уток поднялось и ширина какая лок залитый водой а вот это который вы канал копали на первый мостик 180 метров а тут вообще еще нет одна черточка я могу дать показать посмотрите кому надо теперь дальше Рыжковский пруд вот он такой вот он заканчивается а у него у Рыжковского пруда вот этот вот участок он разлился в 3 раза шире на 400 метров это мы все замерили и вот это вот которое есть он расширился вот здесь вот мы проходили рыбу ловили вот так вот с сетью вот в этом месте ну примерно по пояс вот в этом месте по пояс а сегодня от этого берега я отплыл 10 метров поднял руки встал и рук не видать из воды около берега а тут посередке ну там где-то в 60 было то есть увеличилось и увеличилось очень и очень сильно вот тут как-то южный южный это здесь а тут вообще еще это не деревья это другое время было где-то ну храмовый тут это Камагориха в Симаковске все сделано хорошо до сравнения так что сватой посмотрите кто желает может посмотреть они подписаны вот там вот у меня все чтобы вы помнили что мы живем в благодатном месте вот считаешь в интернете там крокодилы там змеи грибущие в Австралии тут везде беда у нас ничего этого нету но самое большее что ты на крыльце подскользнешь и упадешь еще тут земля плодородная мы в Армении едем по дороге а коровы стоят и грызут глину еще нету ни одной травминской она стоит глину грызет а у нас возле дома в прошлом году кто там был Алексей Костил там копешка стояла прямо среди улицы а нынче пырят по грудь тут день и ночь надо Бога слагать ни ядовитых змей ни тигров ни львов ни медведи ходят обиде не медведь нападает нигде на них вот все у меня я хотел слово сказать это может